Итак, сегодня 28 февраля 2024 года. Мы сегодня с вами находимся в Париже, и я беру вас с собой на один день на неделе моды в Париже. Я стилист и фэшн инфлюенсер. Если вдруг вы еще меня не подписаны, обязательно подписывайтесь. Пойдем на стрит-стайл и на несколько презентаций, на которые меня пригласили. Немножко покажу вам, что происходит во время недели моды в самом городе, потому что город меняется. Когда ты живешь здесь годами, ты видишь, как город начинает более активно двигаться, какие люди приезжают. Создают такой определенный флор города тоже во время недели моды, поэтому за этим тоже интересно очень наблюдать. И если у меня получится, я вам постараюсь передать эту замечательную атмосферу. Я делала себе максимально такой легкий макияж, свои обычные тоже волосы-кудряшки, которые я миллион раз показывала, как я их делаю. Сейчас мы с вами выберем образ. На презентацию, в которой я иду, это французский бренд Полин Джоу, которым я давно дружу и очень их люблю. У них такой, знаете, очень фантильный, винтажный немного, очень милый препи-стиль и много цветов. И у меня есть один классный пиджак. Он красный, очень яркий и немного винтажный, потому что, вы видите, здесь у него есть большая такая приталенность, у него безумно красивый такой красный цвет, очень благородный. Решила надеть вот такую вот красную тюльняшку от бренда Tumut. Очень красивая, очень плотная, я ее обожаю именно по качеству и очень приятно носить в целом. Я дополняю максимально широкими такими бэгги-джинсами с необработанным краем. Вы знаете, так будут немного приспускать всю эту нарядность и яркость красного цвета. Из украшений я хочу надеть такие вот сережки, которые мне подарил мой муж-француз Шульчик на 14 февраля. Это бренд, который называется Les Nairis de Paris. Вот, так вот выглядит коробочка, и они делают потрясающие просто вещи. Если вдруг ее никогда не видели, я вам очень советую, потому что это реально очень-очень сильно красиво. Еще есть вот такой вот набор с маленькими земляничками, просто ну что за милота. Да, обожаю, так что просто прелесть. Я просто обожаю землянику, и во Франции вообще считается, что земляника это самый большой люкс, потому что это очень дорого. Вы знаете, десерты, которые продаются с земляниками во Франции в сезон, они могут стоить около 20-30 евро минимум. Соответственно, знаете, когда я приезжаю домой в Россию, и вижу просто там бабулечку, которые продают эту земляничку, или когда я там еще сама в детстве собирала, я просто такая, боже, как я была богата, оказывается. Во время Fashion Week, если вас куда-то приглашают, очень важно на бренд, который вы идете, соблюдать его ADN, то есть его ДНК стиля. И я решила, что неделя модовой нот, я еще добавлю красные такие полупрозрачные колготки, которые будут слегка выглядывать под туфель и джинсы. Очень красиво, конечно, вот, но я человек достаточно стеснительный, поэтому я надеваю джинсы. Получно-базово, видите? Они, кстати, от бренда Овеж, очень бюджетные. Это французский бренд, который счет на разных фигур, типы и рост джинсы. Вот ведь, ну, я их очень сильно люблю. Добавляем мой любимый пиджак. Добавляем духи. Вот такие вот у меня есть миниатюрочка от Бенда Ожар. Ну что, мы в самом центре, недалеко от улицы Камбон от Санту-Нуре от Уфра. Будет проходить показ Веру, сестер Олсен и он такой супер, мне кажется, минималистичный. Я его очень люблю, особенно сейчас новые большие сумки, которые сейчас супер в тренде. Я в Париже часто приходила к этому языку, потому что у меня есть абонемент. И по нему абсолютно любые напитки в тени месяца бесплатно за 20-25 евро в месяц. Очень-очень выгодные, пусть еще они делают скидки на то, что вы берете из еды. И, ну, когда работают в Диор или когда просто где-то в Париже, в учебе, постоянно хожу, потому что в итоге получается очень выгодным. Потому что в Париже еда и рестораны очень дорогие, и не всегда хочется тратить, ну, не знаю, 30-40-50 евро за обед. Я очень люблю именно эту Сару Хом, потому что здесь всегда очень красиво все расслаблено, и поэтому хочется просто все. А еще, кстати, они у нас в Париже начали продавать смяг, ну, технику, то есть с ними сотрудничать. Просто из-за этого, конечно, все становится таким прям эстетичным. Я, кстати, вчера еще заметила вот такие вот маленькие плосочки, они бы к нам, конечно, вписались. В наш серверовочный, так скажем, гардероб. Ну, кстати, кто меня спрашивает, куда наши тарелки, они тоже как раз-таки за рухом, и сейчас они снова появились в этом голубом свете, в моем любимом. Вот такие у нас есть, маленькие, поглубже. Я бы еще вот такие десерты, конечно, взяла. Они очень красивые. Еще, кстати, так же, как и на некоторых вещах, я рекомендую заменять пуговицы. Так, и на какой-то мебели замена пуговиц, точнее, не пуговиц, а ручек, она как раз-таки позволяет полностью обновить и вещь, и какую-то мебель. Вот, поэтому в России снимают эти очень классные. Просто комната мечты. И посмотрите, какой просто интерьер. Обожает магазин. После ремонта здесь еще как-то прекраснее стало. Интересно то, что, оказывается, танцовщицы, потому что некоторые, которых я узнаю, они занимаются в той же школе, в которой я хожу. Потому что я хожу в конструкторе и еще в школу-становой. Вот, потому что я даже нашу пианистку оттуда увидела сейчас, который играл на Леоне. А коллекция вся посвящена связи балета и танцев. И вот как раз-таки балерины вместо моделей сейчас носят одежду, платье, костюмы, пальто от Колин Жуа. Эта коллекция просто, просто в моем сердечке повернусь, что балет, просмода, это просто то, что я обожаю больше, что на свете. Это очень, очень красиво. У Колин Жуа есть своя линия косметики, я некоторые из них уже знаю, просто невероятно милейшие помадки с кошечками и с разными животными. Вот, и на самом деле у них классные праймеры для макияжа, и мне очень нравятся кремовые тени. Я очень хотела купить цветочков домой, поэтому мы все что-нибудь да выберем с вами. Потому что купил новую вазу, поэтому как бы не купить. Итак, я приехала домой, уже переоделась в домашнее, и хочу воспаковать невероятно красивые цветочки, ранукулюсы, которые я купила. Возле митро они очень-очень красивые, поскольку вообще полетелая. Они очень красивые, они очень красивые, потому что они очень красивые, потому что они долго сочно стоят. Поэтому я их достаточно часто покупаю, особенно когда сезонные. Французы, как и в еде, так и всегда очень любят сезонность, поэтому чем сезоннее цветы, тем больше их буду покупать именно местные женщины. Соответственно, сейчас как раз период начинает с моих любимых ранукулюсов, и поэтому грех было их не взять. Кстати, эту вазу я купила в Maison du Monde, это тоже классный магазин для всякой всячины для дома. Буквально вчера она была на скидках, она безумно красивая, и я ее поставлю потом в наш зал, потому что она идеально так подходит по цветам. Ай, это так красиво! Смотрите, какие разноцветные. Так, еще у меня есть авкалиптус, но немножко подрежет, потому что он все-таки был слишком у нас такой длинный. Добавлен к этой красотище всей. Ну, если вы еще не знакомы, у нас есть кошка Скарлетт, это британская шаншилла, ей три с половиной уже года, скоро будет. Вот, и она у нас вот такая вот крылевская особа, которая не любит, когда ее трогают, но при этом она все равно достаточно ласковая. Вот такая вот у нас красотка, Скарлетт Ахара, значит, такая вот лапочки вот эти вот маленькие. Кстати, бренд Полин Джон, на презентации которого мы сегодня были, они еще дали всем гостям вот такие вот подарочки небольшие. У меня на самом деле уже куча от них всякой всячины милые. Это вот такие вот чехольчики для ручек, либо для, например, солнечных очков. И также еще здесь вот такой вот красивый айлайнер и вот такие вот тени, они не такого красивого зеленого перламутрового цвета.